Молодых петербургских матерей поддержат финансово. Об этом стало известно сегодня на еженедельном заседании парламента в Мариинском дворце. В городе уже наблюдается устойчивая динамика роста населения. С 2015 года показатель увеличился на 10%. По предварительной оценке в северной столице сейчас проживают около 5 миллионов 300 тысяч человек. О мерах поддержки, которые предлагает правительство и депутаты Евгений Соловьев. Центральные вопросы повестки очередного заседания ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга определены датой его проведения. Последний весенний день и канун Международного дня защиты детей. Самое время поговорить об очередном этапе поддержки материнства на законодательном уровне. Речь идет о единовременной выплате в сумме 50 тысяч рублей молодым петербурженкам, которые решатся стать мамами в возрасте от 20 до 24 лет. Соответствующий законопроект внесен правительством по поручению губернатора Георгия Полтавченко. Депутаты одобрили его единогласно и первые выплаты начнутся уже с 1 января 2018 года. Закон призван переломить опасную тенденцию, когда женщины сначала думают о карьере и лишь потом о материнстве. Возраст рождения первого ребенка уже шагнул за 30 лет. Есть значительное количество женщин, которые рождают первого ребенка в 36 и более лет. Но наиболее эффективно, по мнению разработчиков законопроекта, это стимулирование именно в раннем репродуктивном возрасте, к которым относены группы от 20 до 24 лет. И сегодня народные избранники подготовили обращение к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину. Они просят пересмотреть размер компенсационных выплат на ребенка от 1,5 до 3 лет. Такие семьи в настоящее время получают в месяц 50 рублей. Парламентарии предлагают министру платить родителям от 3,5 тысяч, если в семье один ребенок, и 6 тысяч, если два. Но от тем родителям, которые работали и регулярно делали страховые взносы, 50% от минимального размера оплаты труда. Причем город готов без помощи Федерации выполнять эти финансовые обязательства. Вы представляете, что такое в нынешнее время поддержка для родителей, которые в этом нуждаются. Но и 50 рублей это же не сумма, мы предлагаем совсем по-другому подойти здесь. Ведь есть вещи, которые касаются материнства и детства особенно, есть вещи, которые мы обязаны просто за этим смотреть. Также депутаты проголосовали сегодня за выделение средств из бюджета на компенсацию врачам, которые согласились работать в сельской местности. Речь идет о сумме в 1 миллион рублей каждому. В этом году 5 медиков устраиваются на работу в психиатрическую больницу имени Кащенко. Она хоть и расположена в Ленобласти, юридически относится к городу. По распоряжению правительства страны Петербург получает на компенсацию врачам 3 миллиона рублей. И еще два город добавит из собственной казны. Евгений Соловьев, Данил Кушнеревич, Владимир Клепачев и Александр Семенов. Телеканал Санкт-Петербург.